Имеют и количественные, и качественные показатели. Сколько людей участвовало в подведении итогов? Каким образом? Только анкетами, например, сколько анкет, или сколько опрошенных людей, число отзывов, которые вам дали по итогу проекта, или количество, я не знаю, круглый стол, 1, 2, 3 вы провели для того, чтобы подвести итоги. Все, что вы делаете на этом этапе, оно имеет количественные характеристики. Ну и, безусловно, и качественные характеристики. То есть, например, не менее 50% положительных отзывов. Или, например, какие-то новые перспективы открылись для аниматоров в своей деятельности или в вашей деятельности. Во что-то этот проект перерастает. Но вот продвижение проекта, дальнейшее его развитие, это сейчас мы с вами последний этап, следующий проговорим. Давайте пока по количественным, качественным показателям оценки результата. Есть ли что-то из вопросов? Вообще, вот я за простоту и логику. На самом деле, 4 этапа, да, это ведь 4 задачи вашего проекта. Если вы ставите цель, например, разработать и внедрить в практику анимационную программу, направленную на то-то, например, да, на внедрение экологических знаний, например, да, ну, я фантазирую. То дальше-то что? Дальше идёт 4 этапа, а значит 4 задачи. Как вы будете это всё делать? Как вы цель свою будете реализовывать? Вы сначала что? Выявляете потребность в такой программе и участников. Дальше вы что делаете? Проектируете специальные образовательные или какие-то анимационные программы для детей. Дальше вы что? Реализуете эти анимационные программы на практике в течение 3 месяцев. И дальше вы что делаете? Подводите итоги. Никаких фантазий и всё понятно, что вы делаете. Потому что вот этот вот этап, постановка целей и задач, это усложнение себе жизни очень часто. Сделайте прозрачной свою работу. Ведь у Гранта очень хорошие, я не знаю, вот в этом проекте, они такие же или нет, когда вот цель общая идёт, да? А потом задачи, мероприятия и результаты. Вот если эта же самая, там программа заложена, всё становится прозрачным. Посмотрите, первая задача у нас, например, выявить потребность и участников, да? Какие мероприятия проводим? Анкетирование, опрос, ну, ещё какие-то формы выбирайте. Следующая графа, результаты. Что пишем? Сколько анкет, сколько опрошенных и так далее. Какие смыслы выявлены, по каким параметрам мы это всё выявили. Прозрачно? Что делать, понятно? Вообще никаких вопросов. Вторая задача. Какой у нас этап? Мы проектируем программу. Что делаем? Разрабатываем, например, там три программы для разного возраста и так далее. Что в качестве результатов? Раз, два, два. Столько-то программ, столько-то занятий запланировали, столько-то людей запланировали включить. Всё. Третья задача у нас с вами идёт. Какая? Деятельностная. То есть реализация программной практики. Что делаем? Какие мероприятия? Программа 1 в такой-то месяц, программа 2 в такой-то месяц, программа 3 в такой-то месяц. Что в качестве результатов? Пишем. И последняя задача анализ итогов реализации. Что проводим? Опрос, анкета, круглый стол. Что в качестве результата? Число того-то, анкет, участников, круглых столов. Смыслы, мотивация, эмоциональное там какое-то отражение того, что вы делаете. На самом деле ведь всё очень просто. Потому что когда начинают мудрить, и все красивые слова, которые встретились на пути, они все туда влезают. И развитие личности, и интеллектуальное развитие, и физическое становление, и патриотическое воспитание, оно просто вот везде. Формирование разносторонней, гуманистической, одарённой личности. С элементами интеллектуального развития. Да, и физическое, и голосовое сознание. Да. Вот понимаете, я раньше думала, что это Нобелевская премия по педагогике, и нет, потому что Свердинск есть. А теперь, видимо, и вся Архангельская область к этому подключена. Потому что у нас всё формирует, вот студенты у нас просто гениальны, они всё формируют за 45 минут. Проведи мне классное мероприятие, сколько длится? 45 минут. Что сделать? Интеллектуально разобьём. Или всесторонне гармонично. Ну что, сухом лицом? Продолжение следует...